А перед началом данного видео хочу вам посоветовать подписаться на канал Зебраида. Парень снимает действительно качественное видео по Клаша Ялю, обзоры карт, тесты, тактики, обновления и еще много другого. Также на канале проводится конкурс на 1200 гемов и аккаунт с легендарными картами. Подписывайтесь, ссылку на канал я оставлю в описании. Ну а мы переходим к ролику. Всем привет дорогие друзья, сегодня буду показывать для вас новую очередную колоду, буду показывать онлайн атаки и как добраться к 9 арене, новой арене, арена джунглей. В общем я всегда показываю разные деки, разные онлайн атаки на разных аренах. Ну и это как новая арена, будут новые атаки, потому что я уже показывал на самом деле на этих кубках разные атаки, разные колоды. Но всегда когда появляется новая арена, я не знаю почему, но в интервале 100 кубков до арены, всегда возникает у кого-то сложности дойти к этой арене. Ну я не знаю, не у всех конечно, но у большинства возникают. Поэтому я буду показывать как дойти к этой арене, покажу вам сегодня колоды, нахожусь на аккаунте. Есть две легендарных карты, это лава и ледяной колдун, но я буду сегодня использовать только ледяного колдуна. Составил для вас, ребята, три колоды. Внимание! Значит, первая дека, я уже ее показывал не один раз, и, блин, эта дека реально мне запала, и я не могу. Это просто топ дека, она реально на всех аренах тащит, на всех испытаниях. Ну, я не буду ей сегодня играть, потому что, ну, это будет однообразно, я уже показывал ее, и вы уже видели. Ну, те, кому надо, ее возьмут, а те, кому она не подошла, я покажу вам еще две колоды. Значит, вторая колода с роял гигантом, выглядите на следующем образом. Ребят, те, у кого нету ледяного колдуна, его можно заменить мушкетером на изи. Ну, и вот эта дека с гигантом. Второй декой не уверен, что буду сегодня играть, я вам просто ее показал. Кому не подойдет вот эта дека, можете попробовать вот этой. В общем, мы будем играть колодой с гигантом и ледяным колдуном. Ну, ледяной колдун здесь не основная карта, просто он здесь был, я его взял. Ну, мушкетер шестого уровня, я решил взять себе ледяного колдуна. Но его можно изи заменить на мушкетера. Вот. Ну, а основа колоды, я думаю, вам понятно. Я надеюсь, что у вас все карты есть, и ничего здесь особенного нету, легендарок особых нету. Ну, насчет колдуна я уже сказал. Ну, и погнали в онлайн-атаку, я уже эту деку проверил. Осталось 70 кубков, и я надеюсь, мы сегодня зайдем на девятую арену. И так, десятый уровень нам подбирается, так, сходу вот. До этого были восьмые и девятые, а тут вот десятый мне подобрался. Ну, посмотрим, как будет сложно или не сложно, заходите. Просто в некоторых есть сложности, в некоторых изи. Ну, это не для всех понятное видео, но для большинства. Ладно, поставим здесь гиганта. Боулера мы будем встречать, наверное, ледяным колдуном и рыцарем. Так, бомбер, ну, это понятно. Так, ну, в принципе, он сделал неплохо. Убил бомбера и поставил надгробие. Гигант к вышке не дойдет, шестого уровня, да, ни одной тычки не делает. Но мы здесь законтрили его атаку, боулер плюс мушкетер, хотя там было ничего особенного, но все же останавливать нужно было. Так, хорошо. Ну, сейчас будем снова готовить. Я понял, теперь у него есть фаербол, но не в любом случае надо что-то выбросить, чтобы поставить гиганты, и это будет 100% бомбер. Так, ну, так как я нанес по правой стороне урон, я буду заходить с правой стороны. Нужно было, конечно, немножко подождать юнита своего, такого как бомбера, а потом гиганта выбрасывать. Ну, да ладно. У него сейчас эликсира вообще не должно быть, потому что гигант плюс боулер это 10 элика, плюс сейчас еще он потратил фаербол, поэтому, да, гигант мой наносит урон. Здесь мы выбросим армии скелетов. По идее, должен быть заюзан зап, или что там у него, да, вот зап. Здесь мы бросаем рыцаря, очень дешевая карта рыцаря, очень эффективная в дефе, и в атаке можно ее еще использовать. Так, ну и в принципе, как видим, мы его легко останавливаем. Так, ну что, в этот раз я, наверное, буду ставить гиганта, а не бомбера в начале, потому что, ну, фаерболом он все равно его убьет. Выбрасываю гиганта. Хотя, нужно было сразу у моста, потому что он сейчас и надгробья поставит, и боулера. Мне будет реально трудно пройти. У меня-то фаербола нету, ему проще остановить моих юнитов, потому что фаербол кинул, и он практически их уничтожил. Так, ну ладно, все равно я бомбера буду выбрасывать, пускай тратит фаербол. Немножко пройдет гигант на мою половину. Вот он, фаербол, хорошо. Здесь у нас мега миньон. Пока элитных варваров не показываю. Здесь у нас отлично зап был потрачен. Я пока элитных варваров все еще не показываю. Ну, блин, да, нужно было мушкетера брать. Ледяный колдун крутой, но все равно вот демеджа по воздуху мало. Так, ну давайте все, элитные варвары тут просто без них никуда. Смотрите, что он просто запушивает меня. Два боулера, это очень опасно. Нужно срочно уничтожать его. Так, хорошо. Ну, он пытался запушить, но все равно в итоге ничего у него не получилось. Так, ну здесь армия скелетов. Фаербол был. Так, блин, ну я никак не могу построить. Давайте гиганта ставлю. Хорошо. Так, ну и бомбера. Он потратил фаербол, поэтому я выбрасываю бомбера. Готовлю зап. Сейчас быстренько тут вот запнул. Отлично. Ну все, в принципе, гигант сейчас нанесет пару тычек, но осталась ровно минута. Не знаю, получится ли у меня допушить его, потому что, ну, очень оппонент дефит хорошо. Точнее, он не дефит хорошо, он просто мне не дает сделать атаку. Постоянно идет пуш. Ну, сейчас попробуем. Так. Блин, был бы у меня фаербол. Да, конечно, задумайтесь, ребят, можно сюда еще взять фаербол вместо чего-то. Так, он потратил фаербол, поэтому мы сейчас завязаем. Ай, блин, не получится. Мне нужен зап срочно. Давайте готовим зап. Ап. Хорошо. Но все равно не зайдет гигант. Ну, он дойдет, но вышку он не снесет. Это будет ничья. Так, девятый уровень нам подбирается. Хорошо. Буду выбрасывать сейчас ледяного колдуна, наверное, с краю карты. Или мегаминьона лучше, не знаю. Не, выброшу ледяного колдуна все-таки. И буду готовить гиганта возле моста. Так, ставим гиганта возле реки. Так, видно, что у нас оппонент уже побывал на девятой арене. У него есть гоблин с дротиками. Неплохая карта, на самом деле. Видим, да, убил моего мегаминьона просто. Так, ну, блин, мне вот принцессу нечем уничтожать. Нету ни фаербола, ни бревна. Это, конечно, плохо. Ну, давайте зэпнем здесь вот. Вот так вот хорошо. Готовим бомбера. Бомбера готовим. И, наверное, рыцаря. Или лучше... Так, успеть. Главное успеть. Не, не успел. К сожалению, не успел. А, нет, все отлично. Принцессу уничтожили. Бомбер жив. Ставим еще гиганта. И, в принципе, переходим в атаку. Неплохую. Главное, чтобы бомбер... Блин, нет, не уничтожил он. Гоблина его. Ну, да ладно. Зато все равно, смотрите, пуш проходит. Это главное. Мы снова готовимся встречать гостей на своей половине. Так, вот этого гоблина нужно уничтожать. Он реально дамажит неплохо. Мега-миньона на вышибалу. Ну, и, в принципе, там у него осталось 900 хитпоинтов. Я думаю, будет не проблема его добить, потому что зданий дефа у него нету. Ладно, я готовлю бомбера. Можно было, конечно... Ага, элитные варвары. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ладно, я сделаю так. Блин. Но он выжидал этого момента. Да, смотрите, сколько за раз он пропушил просто элитными варварами и его... Этими духами. Духами. Ну, ладно. Здесь рыцарь. Так. Ну, наверное, у него элитные варвары больше ничего нету. Я буду теперь понимать и... Готовиться к этому. Потому что, ну, я не видел у него танка. У него был вышибал. А вот элитные варвары. Здесь мы армию скелетов бросаем. Здесь бомбер. Мне все равно не хватает эликсира. Все равно не хватает эликсира. Так, здесь бросаем мега-миньона. Отлично. Ни одной тычки не наносят элитные варвары. И мы его сносим слева. Немножко оппонент переоценил свои возможности с элитными варварами. Я, конечно, понимаю, что у них большой урон. Много хитпоинтов. Можно, конечно, с духами их комбинировать. Но все же это неправильно на них просто рассчитывать постоянно. Их реально законтрить можно, если правильно все сделать так. И, ну, и здесь зап. Ну, вряд ли он уже успеет добить. Видим, да? Что он со всех сил пытается... Блин, а принцесса-то... Не, принцесса дамажит и немножко урона нанесла. Ну, все. Победа. Вряд ли мне дадут за него, там, 36 кубков. Поэтому придется сыграть еще одну каточку. Да, 30 кубков. Хотя, стоп. Эх, да, блин. 9 кубков не хватает. Ну, что ж, погнали, ребят, в последнюю каточку. О, отлично. Вот здесь... Мне так нравится арена... 9 арена. Если вам тоже, то ставьте лайк. Потому что, ну, это прорисовка. Так все красиво. И реально, ну, очень. Самая лучшая арена, на мое мнение. По дизайну. Так, ну, давайте готовить гиганта слева. Готовим гиганта слева. Оппонент ничего не выпускает. Так. Ну, давайте элитных варваров. Это что, просто победа? Ой, блин, круто. Реально. Не будет тянуть время оппонент. Ну, я надеюсь, что я колоду показал вам. И, блин, вообще на изи со всеми играть. Дека рабочая, есть и сплэшеры. Ну, опять же таки, если у вас нету колдуна, то советую вам рыцаря заменить на ледяного голема. А ледяного колдуна на мушкетера. Чтобы у вас был какой-то еще сплэш. Ну, допустим, таких как орду миньона убивать. Ну, все. Это 9 арена. Все, поздравляю. Буст завершен. Доступен теперь гоблин с дротиками. Достойная карта. Надеюсь, он ее купит. У него появилось в магазине. Плюс спецпредложение. В общем, вот такая вот картина. Ребят, я вам сегодня показал 3 колоды. Но играл только с одной. Решать вам, какой играть. Вот эта дека я уже показывал. Поэтому сегодня я не играл. Очень крутая дека. С рейл-гигантом не играл. Но составил, думаю, будет работать. А вот с гигантом проверил. Реально работает. До 9 арены на изи. Насчет ледяного колдуна я уже говорил. Заменить можно мушкетером. А вицером можно ледяным големом. Это уже смотрите сами. В общем, буст завершен. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Понравились онлайн атаки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А на этом я с вами прощаюсь. Ребят, всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok